Хотя бы раз в жизни всем нам, особенно в подростковом возрасте, хотелось узнать с кем и о чем общаются наши друзья в социальных сетях. И не только друзья, между прочим, вторые половинки тоже. В интернете полно сайтов, которые предлагают такую услугу за определенную стоимость или же вовсе бесплатно. Думаю, вы и сами наткались на рекламу различных софтов и сервисов. Конечно, устанавливать сомнительные программы или платить кому попало не очень бы хотелось. Но что если я вам скажу, что возможность прочитать чужую переписку действительно существует? Сегодня в видео мы разбираем миф о возможности читать чужие переписки в любой социальной сети и следить за ними в реальном времени. Мы узнаем, что предлагает нам интернет для реализации такого незаконного и опасного желания. Существует ли на самом деле рабочий софт, при помощи которого возможно прочитать переписку любого человека? Почему стоимость заказа выкачивания переписок в интернете варьируется от 100 рублей до 100 тысяч, а то и нескольких сотен тысяч рублей? Как на самом деле выглядит процесс получения чужих переписок и почему это касается только определенной категории пользователей? Давайте узнаем, получится ли у меня в 2022 году прочитать чужую переписку. Приятного просмотра! Сегодня я вновь проверю и потрачу немного денег на различные странные услуги в интернете. Но естественно я не мог оставить вас без подарка в этом ролике, на который не нужно тратить каких-либо денег. Который наоборот даст вам возможность заработать. Знакомьтесь, перспективное приносящее деньги не умирающее направление арбитраж трафика. Телеграм-канал Арбитражный будни ведет владельца реальной успешной арбитражной команды и делится там своим опытом. Именно тут вы можете найти всю необходимую информацию для старта в новой для себя сфере и возможно через месяц это станет вашим дополнительным, а вскоре основным источником дохода. Что такое арбитраж трафика и как на этом зарабатывать? Как зарабатывать от 100 долларов на арбитраже с нуля? Каковы 5 основных ошибок начинающего арбитражника? Перспектива арбитража трафика. На все эти вопросы вам ответит автор канала Арбитражный будни. Но это еще не все. Специально для новичков он готовит видеоуроки по старту в арбитраже, где на пальцах объяснит все простейшими словами и раскроет все секреты этого направления. В интернете информация слишком запутанная и тяжело найти пошаговую информацию для новичков. У телеграм-канала Арбитражный будни она есть. А последние новости вовсе заставляют сильнее задумываться и обращать внимание на онлайн-профессии. Так что переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с одним из самых востребованных бизнес-направлений и начинайте зарабатывать на этом прямо сейчас. Успехов! Мода на различные услуги, связанная с возможностью чтения чужих переписок, возникла еще лет 10 назад. Но с прошествием времени большинство пользователей перестали вестись на довольно банальные уловки мошенников. Однако количество запросов по данной тематике не сокращается. Люди продолжают искать способы подглядеть за друзьями. И тут возникает главный вопрос. Реально ли получить доступ к чужой переписке? На удивление, да. Реально. Но далеко не во всех случаях. К сожалению, доверчивые люди часто отступаются и доверяют непроверенной информации, которая встречается в интернете. Пользователь вводит простой запрос. Как прочитать чужую переписку и попадает в мир скамы и развода? В поиск выдают сотни ссылок, которые ведут на новые или уже ставшие классикой виды разводов. На сегодняшний день методов довольно много. Это внешние и внутренние софты, то есть программы для ПК и телефона, встроенные плагины, боты, которые можно обнаружить в самих социальных сетях, а также сайты. Еще есть продавцы подобных услуг, с которыми нужно списываться лично. Среди всех указанных читалки, боты являются самыми современными. Их не пытаются блокировать, да и сам бот порой вызывает больше доверия, чем неизвестный аккаунт. Поэтому некоторые жертвы, питая надеждой узнать, что о них думает девочка или парень из соседнего двора, решаются использовать именно этот способ. Чтобы прочитать переписку, нужно написать стартовую команду и следовать инструкциям. Бот попросит отправить ссылку на человека, сообщение которого вы хотите прочитать. Подумав пару минут, вам сообщат, что архивы готовы, осталось всего лишь оплатить сумму в размере 50-100 рублей. Оплату можно произвести с помощью стандартных агрегаторов карты и через платежные системы. Жертва отправляет нужную сумму, бот высылает подтверждение об оплате и просит еще немного подождать. Но по итогу вам либо присылают смешную картинку, либо и вовсе оставляют без ответа. Спустя пару минут вас добавляют в черный список, поэтому пожаловаться на недобросовестного бота не выйдет. Схема довольно стандартная. Похожие методы можно встретить и на других площадках, вроде Телеграма, или Ватсапа, Вайбера. И во всех этих случаях жертва заплатит лишь 50-100 рублей за свое любопытство. К сожалению, это не касается остальных методов, на которые можно наткнуться в сети. Давно известные шпионские плагины, которые устанавливаются на браузер или телефон, способны угнать любые ваши персональные данные вместе со страничкой. Наивные пользователи ведутся на заявленный функционал плагинов и скачивают их себе. Однако любое упоминание о возможности чтения переписок в 100% случаев являются лишь скамом. По сути, люди остаются ни с чем, а скорее попадают в ловушку и рискуют потерять личные данные и доступы к своим аккаунтам. Иногда нам самим предлагают надеть мантию с камеры и скачать софт, который сгенерирует для нас фишинг-ссылку с формой логина для ВК. Но кто в 2022 году ведется на данный метод, неизвестно. Чутью мне подсказывают, что пользователь скорее обманет самого себя, а не собственных друзей. Давайте перейдем к следующему методу. Он касается уже внешнего софта. Нам предлагают ознакомиться с рядом шпионских программ, схожих по функционалу. Создатели обещают, что при их помощи возможно контролировать и сохранять любые переписки, материалы, местоположения и даже записи звонков. И частично это является правдой. Есть только одно но. Подготовить удаленно нужные условия, при которых заработает весь вышеперечисленный функционал, невозможно. И для решения этой проблемы нам предлагают огромное количество вариантов, которые поражают своей банальностью. Например, можно украсть или одолжить телефон друг или подруге, чтобы установить на него нужный софт. Второй вариант – подарить телефон, на котором будет установлен софт. И третий, самый сложный, судя по описанию от экспертов, все-таки получить удаленный доступ к телефону жертвы и незаметно установить нужные программы, пока владельцы этого не видят. Теоретически такой вариант может быть вполне реален, но все это больше похоже на фантастику и я сомневаюсь, что кто-либо вообще пробовал использовать эти методы на практике. Уверен, такие описания нужны только для того, чтобы притянуть за уши причину установить неизвестный опасный софт себе на телефон или компьютер. Вероятность заполучить вирусняк вместо заветных переписок крайне высок. Если мы отбросим маловероятные возможности прочтения переписок, то по-настоящему рабочий вариант стоит искать далеко не в поисковой строке браузера. Речь о Darknet и тематических форумах по взломам пробивам, где также можно встретить услугу получения доступа к перепискам. Что это за услуга? Исполнители предлагают вам получить архив, в котором будут сохранены файлы диалогов в социальных сетях и мессенджеров вместе с вложениями и материалами. Стоимость такой услуги варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Порой заказ могут стоить еще дороже, ведь исполнители предупреждают нас о том, что каждый заказ индивидуальный, на каждом профиле требуются свои отмычки и методы. Стоит добавить, что вероятность получения результата не является стопроцентной. Порой получить доступ практически нереально, и, как сообщается в описании, в таких случаях уплаченная сумма возвращается. А так, какая-то часть средств все-таки теряется из-за оплаты гаранту. Подобных объявлений довольно много, тогда почему цена у всех разная? В одном из предложений я наткнулся на информативное описание, из которого можно понять, за счет чего строится цена заказа. Сломать нужный профиль и получить архив диалогов стоит 220 баксов. Если оставлять следы нежелательно и нужно обойти двухэтапную аутентификацию, то к этой сумме прибавляется еще 50 долларов. Если мы хотим достать архив сообщений за последние полгода вместе с геолокацией и фотографиями, в том числе скрытыми и удаленными, получить все это в одном файле, то к стоимости нужно добавить еще 300 долларов. Такие архивы зачастую выгружаются в формате простого блокнота, если вас интересует только текст, или же формате HTML, если вас интересует полная синаграмма диалога. Доступы к вайберу, ватсапу, тиктоку, инстаграму оцениваются разными исполнителями от 20 тысяч рублей, а заполучить переписку с телеграмом можно за 2000 долларов, это с учетом того, что вы знаете номер телефона, привязанный к профилю. Но стоит уточнить, что номинальная цена указывается только в случае низкой защиты жертвы. В остальных случаях, каждая дополнительная трудность будет увеличивать стоимость оказания услуги, которая может доходить до 100 тысяч рублей. Чтобы сделать все незаметно для жертвы и не оставить следов, итоговую сумму предлагается умножить еще на 2. Тем не менее, судя по количеству оставленных отзывов, данными услугами пользуются довольно часто. Я решил связаться с авторами активных объявлений, чтобы узнать актуальные детали подобных сделок. Мой запрос выглядел так. Можно ли получить архив переписок из нужного мне профиля ВК? Сколько это будет стоить и сколько времени понадобится на выполнение заказа? Из 5 исполнителей мне ответили 3 человека. Они также задали ряд уточняющих вопросов. Были ли ранее попытки взлома страницы, владеем ли мы информацией о уровне защиты этого аккаунта? За ним исполнители у нас связался диалог, с которым стало понятно, что достать переписки получится только при помощи взлома или угона аккаунта. В свою очередь, я уточнил, что угон меня не интересует. Меня уверили, что получить эти файлы можно только таким путем. Но есть одна проблема. Когда мы говорим про взлом или угон аккаунта, вероятность успешного выполнения такого задания крайне мала. Скорее всего, через пару недель месяц исполнитель вернется с отчетом о том, что доступ получить не удалось. Что мы уже проверяли в предыдущих роликах. В таком случае, чтобы выполнить поставленную цель, придется прикладывать более серьезные усилия. Из-за этого могут затянуться сроки, а оплата возрастет в несколько раз. Мне стало интересно, реально ли совершить такие действия незаметно и на что получил ответ, что возможно все, если это получится сделать. Очень логичный ответ. Из этого можно сделать вывод, что подобная слуга может оказываться совершенно разными способами и не имеет высокую вероятность выполнения. В то же время, другой исполнитель сообщил нам, что шансы провести такую операцию незаметно крайне малы. Остальные детали выполнения заказа ничем не отличаются от условий предыдущего исполнителя. Для начала потребуется пара дней, чтобы узнать об уровне защиты, сборе информации о жертве. После мне предоставят отчет о возможных сроках и стоимости услуги. Третий собеседник обещал произвести взлом достаточно незаметно, но чтобы быть уверенным в этом, ему также потребуется время для изучения жертвы. Как именно исполнители будут выполнять выгрузку всех переписок жертвы, вы верно поняли. Все те же классические старые методы взлома через фишинг, попытку установить вредоносный софт жертве. А если хотите иметь вероятность взлома повыше, то вы можете обратиться и к тем исполнителям, которые помимо этого устроят перевыпуск сим-карты жертвы, на которых зарегистрированный аккаунт с нужными переписками, что может дать возможность войти в аккаунт через функцию восстановления. Но тоже до сих пор не во всех случаях, ведь сейчас защита аккаунтов за счет двух факторок и умных антивзлом систем социальных сетей и мессенджеров куда выше, чем несколько лет назад. Зачем это вообще пробовать делать, когда такая низкая вероятность успешного оказания услуги тратит деньги и время? Не ясно. Исходя из стоимости услуг, становится понятно, что пользователи используют данную услугу явно не для того, чтобы узнать мнение о себе и секреты своих одноклассниц. Миф о легком доступе к чужим перепискам так и остается лишь легендой. Но я не отрицаю, что под соусом возможности читать переписки в интернете действительно можно встретить шпионский софт, который устанавливается на чужой телефон. С его помощью нам обещают практически полный доступ ко всем приложениям, можно сказать полный контроль над личной жизнью человека в его смартфоне. Но осуществление такой деятельности приведет к уголовной ответственности, ведь рано или поздно жертва заметит неизвестную программу. Будьте бдительны и никогда не используйте подобный софт, даже если хочется просто посмотреть. С огромной вероятностью вы сами станете жертвой аферистов, которые будут вас шантажировать при помощи функционала своей же программы. Практически половина всех взломанных соцсетей, чьи пароли выкупаются для массовых рассылок и спам, состоят именно из таких желающих установить себе плагин или программы для расширения функционала своих соцсетей. Если же вы сами переживаете, что можете попасть в ситуацию, что вашу переписку могут слить, то позаботитесь о защите своих профилей. Если вы пользуетесь резервными кодами и двухэтапной аутентификацией, то сумма вашего взлома составит более 100 тысяч рублей. Уверен, такой прайс установит любопытных от соблазна узнать ваши личные данные, если вы, конечно, не какая-то крупная рыба. Все дополнительные материалы к видео вы найдете в моем телеграм-канале. Как обычно, ссылочка в описании. А с вами был Саня Харчевникова. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал, а также оставляйте внизу интересные комментарии по поводу темы видео. Давайте подискутируем немножко о иных методах прочтения чужих переписок. Вот я, например, в Даркнете встречал такую услугу, как 99-процентная выгрузка архивов чужой переписки. Вот как вы относитесь к этому? Потому что я в этом ролике эту услугу все-таки не проверил. Я, в принципе, настроен по отношению к ней скептически, но все-таки, возможно, такое в теории. Вот 99% это, получается, должен быть сотрудник, что ли, в компании Mail или в какой-нибудь такой подобной, которая все это может устроить. Хотя тоже маловероятно, большая ответственность. В общем, видите, как интересно дискутировать. Обязательно покажите этот ролик своим друзьям. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok